Здравствуйте, Шеллотова, Гутевох, хорошая неделя. У нас 209-й урок по Мишлей. Мы находимся в главе номер 23, пасук номер 28. И читаю вначале по-русски. Говорит Шлома о Меллах. Она... Нет, не получится так читать. Надо начать с 27-го пасука. Глубокий ров блудница и тесный колодец чужая жена. Речь идет о том, я напоминаю, 27-й пасук прочитал, о Таеве и Хемде, двух качеств, с которыми Яцаргора общается с нами. И они как бы не самые лучшие качества. И продолжает он и говорит, что эта блудница как разбойник подстерегает, умножает отступников между людьми. Вначале посмотрим, что говорит на эту тему Мальбим. Но, я вспоминаю, меня просили, чтобы я читал в начале пасук на иврите. Авгий кихетев Тааров богдим баадам тосиф. И вот она, как, не знаю, как что, как разбойник, пусть будет так, тот, который захватчик. Она захватывает и... Богдим баадам тосиф. И она увеличивает всех, кто богет, восстает, обманывает между людьми. Говорит Мальбим. Авгий, также она. Кто такая она? Рациона Марзана. Вот эта женщина-блудница, о которой мы говорим, Хемда и Тава. Таарев, Кехотев. Потому что Тахтов, Питом, она обычно хватает человека, неожиданно. То, что того человека, у которого, к которому пришел Руах, Дух Тавы, то есть у человека, у которого появилась Таева, на него набрасывается эта блудница, Аль-Либо, прямо к нему в сердце. В Италгена Баршута. И захватывает этого человека свой Ршут. Шиимгая сам Аль-Либо, что если бы человек обратил внимание на то, что происходит, Айнисгар Мемена, он бы остерегался этой блудницы. А Валь-Льи, но она, Сехотвену Битом, она работает неожиданно, быстренько. В Анахрия, следующее. То есть, вначале мы говорили про Ецарь, который связан с Тавой, теперь мы говорим, это Иша-Зана, теперь Иша-Нахрия, чужая жена. Ши-Я-Минус, еретичество. То Сив-Багдим-Ба-Дам, оно добавляет, Бегет, добавляет вранье, обманы, восстания между человеком и человеком. Потому что она, Та-Це-Та-Нот-Минут, она начинает человеку давать, предлагать всякие Та-Нот, всякие претензии, которые связаны с минусом, с еретичеством, векферой, отрицанием основ. Ла-Цут-Рабим-Лев-Год-Ба, и она ловит многих для того, чтобы они восстали против Всевышнего. Лев-Год-Ба-Шем, восстали против Творца. Таким образом, Альбим объясняет, что эти две тетеньки, одна из них блудница, другая Иша-Нахрия, чужая, то есть Таева и Минус, эти два качества, которые пытаются, если человек к ним приближается, то он сам не замечает, как они начинают его захватывать, как они его одолевают. И делают они это всегда питом, всегда неожиданным способом, так, чтобы человек не успел сориентироваться, что у него происходит. Потому что, если человек начинает раздумывать, то у него достаточно, если хорошая реакция, то он справляется с этими двумя проблемами. И Минут, кроме того, что он захватывает, он еще делает вражду между людьми. И еретичество рождает вражду между людьми. Теперь читаем Перуш Гаона Мивильна на этот же посылок. Гаона Мивильна говорит, а в ги бэхатав таареф. То есть, что имеется в виду? Она неожиданно захватывает человека. Что имеется в виду? Недостаточно, что человек, который сам по себе стремится и преследует Таеву и Хэмду, что в конце концов он попадает к ним в руки. Этого мало. Но, а в ги, но сама Таева, она тоже не сидит на месте. Она таарофа лавтамид. Она постоянно пытается словить человека. Как сказано, что сказано, это то, что он сейчас приводит цитату, которую мы учили в седьмом перике. Это было довольно давно. Этель кольпи на таароф, что под каждым углом, под каждым кустиком она его подстерегает. Поскольку человек отделил себя немножко от Торы, то есть, единственное средство бороться с Таевой, Хэмдой и Минусом, которое нам дается, это Таратейну Агдуша, это Тора. Человек, который находится в Торе, у него как-то больше шансов с ними справиться. Тоже мы сейчас увидим, что проблема есть. Но человек, который отделил себя ненадолго от Торы, то в этот момент она неожиданно на него набрасывается, для того, чтобы опрокинуть его в Гейном. Я думаю, что мы дочитаем до конца, а потом немножко обсудим. Чтобы ты не сказал, что Ецаргора в виде минуса и Хэмды и Тавы, она подстерегает человека только среди Талмидей Хохомим, а остальных людей меньше. Так вот, Авбок Димьи, люди, которые восстают против какой-то заповеди, тоже она их преследует и их захватывает, чтобы свернуть их и убрать, погрузить в Гейном их душу. Здесь он относится к тому, что мы уже учили. Учили не один раз. Но возьмем, например, то, что мы последний раз видели. Это было всего один-два перика назад. Только найти надо. В 22 главе 13-й пасук был. Говорит Шлома Амеллах там. Что имеется в виду, объясняет Гаон Мивильна так. Хуц – это тот, кто находится снаружи. Хуц – это место, которое удалено от города. Там лежит лев. Рохов – улицы. Это место имеется в виду не улицы города, а что-то, прилежащее к городу. Как я уже объяснял в первом перике. И там не находится лев, но там находится опасность быть убитым бандитами. Что имеется в виду? Ацель – ленивец, ленивый человек. Он говорит, я не могу заниматься торой. Почему? Потому что это такой ленивый человек, но грамотный относительно. Потому что сказано. То есть, есть посук в Мишли, который… На самом деле, это гемора в трактате Сука, но я не приготовил трактат Сука, так что. Есть гемора, которая говорит, что этот самый оставляет Яцергора, оставляет Гоев и занимается Амисроэлем. Он оставляет внутри Амисроэлем амарцев, спасибо, и занимается Талмидей Хохоми. Гемора в трактате Сука. Найти только одну секунду. Я удивился, что я никак не могу найти, потому что я открыл не тот Масехет, я открыл Йома вместо Суки. Спасибо. 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 Rogue-S 보여! Здесь весь Амут Ist Samhur, поэтому мне именно это место не нахожу. Сейчас, секундочку. Тан Рабона. Учили наши мудрецы в Барайсе. В Эдгат Сфуни Ирхик Мялыхам. Цафон – это слово «север» и слово «прятать». То, что запрятано, я удалю от вас. Что имеется в виду? Кого я удалю от вас, говорит Всевышний. Это Ецер Гора, которая спрятана и находится внутри сердца человека. И говорит Всевышний, я ее едах, я ее оттолкнул в землю ция пустынную и шамама. Тоже опустошенную. Ламаком шейм на Адам, туда, где нет людей, чтобы ли Эдгарот Баэм, чтобы она не могла им задираться с людьми. И отправлена она в Яма Кадмани, в восточные моря. Имеется в виду, что Ецер Гора обратил внимание на Байтмикдаш Решон и разрушил его, первый храм. И убил Талмидей Хохомим, которые были в то время. Весофо Аляяма Ахарон, следующий пасук, что он тоже Сафо Аляяма Ахарон, тоже море. Что он обратил внимание на Байтмикдаш Решон, и был разрушен второй храм, и убит Талмидей Хохомим, которые были в это время. И храм был подожжен в этоальце ханато. Теперь говорится про Ецер Гора, что он таальце ханато. Я даже не буду пытаться перевести, потому что любой перевод здесь будет непонятный, но Гемора объясняет, что значит фраза таальце ханато. Это такое выражение стандартное в Геморе, чтобы не сказать, что Ецер Гора задирается с евреями, говорится с врагами евреев, но имеется в виду Ам-Исраэль. Когда он увеличивается и начинает делать еще сильнее, то говорит Абая, что Абая услышал однажды какого-то человека, который сказал женщине, пойдем и выйдем со мной в дороге. Сказал, пойдем и отдалимся от запрета. Пошел он вслед за ним, то есть Талмид Хохом сказал какой-то тетеньке, что пойдем со мной по дороге, но Авейру мы не сделаем. Будем чисты перед Всевышним. Абая пошел за ними три парса, это примерно 15-16 километров, в поле. Когда они отдалились друг от друга, он услышал, что говорят Орхин, Рахика, Вецаватан, Басима. Короче говоря, что в этот момент трудность, чтобы сдержаться и не сделать Абая, была очень сильная. Но нас интересует здесь действительно предыдущая фраза, что Ецергора оставляет народы мира и набрасывается на Амисраэль, потому что совратить Амисраэль – это для него более важная работа, а среди народа Израиля она выбирает Талмидей Хохомим больше всех. Поскольку есть такая гемора, то говорит Ацлан, говорит Гаун-Мивильна, что говорит лентяй, который не хочет учить Тору, он говорит, что вот Ецергора оставляет простых людей и задирается к Талмидей Хохомим, больше работает против Талмидей Хохомим. Как сказано, приводится Пасук, Амалек находится на юге, Канаани находится на море, около Иордена. И я не смогу выстоять против них. То есть Ацлан, который не хочет заниматься Торой, он находит в себе оправдание. Такое оправдание достаточно серьезное, что есть гемора Михурешет, гемора, которая прямым текстом говорит, что Ецергора больше охотится на Талмидей Хохомим, чем на обычных людей. Поэтому зачем я буду заниматься Торой, когда это сопряжено с таким риском попасть в лапы Ецергоры? А я не смогу выстоять против него. В Торе есть четыре вещи. И это вещи, которые уже неоднократно мы обсуждали. Начинается книга Мишли в первой главе, я не помню точно где, но я вижу, что 20-й и 21-й Пасук первой главы, там сказано Мудрость снаружи будет танцевать, веселиться, а вблизи города она подаст свой голос. Бережка меет текра, когда она взойдет на вершину, на стены города, то она уже будет говорить в полный голос. А когда она будет в городе мудрость, то она будет говорить уже речи. Это четыре варианта далеко от города, близко к городу, стены города и сам город. Это соответствует четырем уровням изучения Торы. Пшат, простой смысл, Ремис, намек, Драш, Медрашим, Исот, тайный смысл Торы. И там, в первом береге, мы это уже обсуждали. И здесь он говорит, что то, что находится снаружи, и то, что находится раховод, близко к городу, это Ецергора, где она начинает лить город, где она начинает задираться и воевать с людьми. Об этом сказано Памба-Худс, Памба-Раховод. Однажды снаружи, однажды на улицах. Эцелькольпи на Тааров. И на каждом углу я сделаю засаду, говорит Ецергора. И вот эти две вещи, только эти две, снаружи и раховод города, четыре вещи, они соответствуют четырем уровням, которые есть в человеке. То есть, Пшат, Ремис, Драш, Исот, соответствует Нефиш, Рох, Нишамава, Хая. Четыре уровня души, которые есть в человеке. Первые две из них, они могут попасться в лапы к клепот, к отрицательным духовным силам. То есть, Нефиш бхимит и Рох бхимит. Животная душа и Животный рох. Но Нишама и Хая, там Ра, зло, не может их затронуть никак. Поэтому здесь говорится только про эти две. Таким образом, мы видим, что Ацлан, он пытается заслониться и сказать, что я боюсь слишком заниматься Торой. На самом деле, ему лень. Но он находит себе причину не заниматься Торой. Потому что занятие Торой, я стану Толмит-Хахамом, и Ецар-Гора будет сильнее против меня возникать. Объясняет Гагро, что это речь идет о первых двух уровнях изучения Торы. Но когда человек постигает следующие два уровня, то здесь они соответствуют понятию Нишамы и понятию Ихида, Хая слиха, Ихида мы вообще не затрагиваем, до которых Ра вообще никак не может дотронуться. Поэтому здесь нету проблемы с тем, что ты можешь попасться в руки Ра. Ты остаешься Тагор. И поэтому, когда мы касаемся нашего посука, который мы сейчас учим, я вернулся к нашей главе, то Гаон объясняет, что эти две виды Ецар-Гора, о которых мы говорим, Иша-Зана и Иша-Нахрия, они преследуют человека. И не скажи, что она нападает только на Талмидей Хохомим. Не надо этого говорить, несмотря на то, что Ецар-Гора, Талмидей Хохомим, понятно, что намного сильнее. Но это до определенного уровня. После определенного уровня Талмид Хохома, в которых понятно, что сегодня очень мало, но тем не менее, там значительно проще. А у людей, которые не Талмидей Хохомим, не надо думать, что Ецар-Гора вообще их не касается. Тоже касается. Несмотря на то, что атака, которая подвергается Талмид Хохом, более серьезная атака, но те, кто Богдимба, Адам, те, которые нарушают какие-то заповеди, Богет против Торы, их тоже подстерегает Ецар-Гора и добавляет к ним, и помогает самому человеку в той дороге, по которой он идет, Лаоситово, для того, чтобы его свернуть с правильного пути и для того, чтобы его душа попала в Гейном. Вот. Это пшат, который дает нам Гаон на этот пасук. Следующие пара псуки, несколько псуки, ну, еще один более или менее, а следующие псуки будут немножко мне неуютно. Их будет объяснять, но попытаемся. Значит, следующий пасук говорит, я читаю дословно русский перевод, на иврите он примерно так же звучит. У кого ах, у кого увы, у кого ссоры, у кого плач, у кого напрасные рану, у кого багровеют глаза. Все, пасук кончился. Что это означает? Вначале на иврите. Лэми ой, лэми овой. Кому ой, кому овой. Лэми медуним, то есть красные глаза. Лэми сиях, для кого разговоры, упреки. Лэми пацаим, кому раны, хинам, напрасные раны. Лэми хаклалут эйнаем. А кому что-то связанное с глазами, клалут эйнаем, это багровость глаз. Пасук, честно говоря, совершенно непонятно, дальше будет хуже. Он говорит, не Гаона, в начале Мальбиума, лэми ой, лэми овой. Кому ой, кому ой-вой. На русском овой он перевел как увы. Может быть, хороший перевод. Если ты спрашиваешь, кому ой, то тебе ответят, лэми овой. То есть, существует таева и хэшек митавэ. И желание эту таеву произвести ее в действие. У кого это происходит? У того, который говорит овой в этавэ. Он говорит ой и поддается своей таеве. Ему ой. А если ты скажешь лэми митаним, кому краснота, я не знаю. То есть, слово митаним это слово от слова дин, суды. Что у них, кому митаним, то есть, что кому тяжелые суды, то я отвечу тебе. Лэми сех. То есть, тому, у кого есть сех. Что такое сех? Сеха на еврейте это беседа. Что такое сех? Определение слова сех говорит мальбим. Это дебур, блесейхель. Это разговор бездумная речь. Рак кфиплейтат де ми юна тав. Только, когда человек полэ демьянот, я не знаю, как это сказать по-русски, выплескивает из себя свои фантазии. фантазии. Марбесех, человек, который увеличивает и много вот такого пустого трепа делает из своих фантазий, он увеличивает в себе суд. А если ты скажешь, для кого приготовлены раны, которые просто так, бессмысленные раны, то я отвечу. Для того, у кого есть кололиот эйнаем. Что это такое кололиот эйнаем? Если ты скажешь, кто-то, человек, у которого есть кололиот эйнаем, то я отвечу тебе. Дальше будет подробнее. Кололиот эйнаем, он объяснил, что это багровые глаза. У кого багровые глаза, дальше Шлома Меллах будет рассказывать о вреде алкоголя. Человек, который много пьет, у него багровые глаза. Поэтому я сказал, что мне немножко тяжело вся эта история, потому что, если говорить по простому смыслу, то как бы понятно, что алкоголизм это плохо, а что здесь еще включается, это нам надо сейчас попытаться разбираться, но это нелегко. Начнем. Вначале этот пасук прочитаем с Гаоном и посмотрим, что мы еще можем вытащить. Лэми ой, кому ой. Здесь сказано шесть вещей. Три против трех. Что значит три против трех? Три вещи, которые относятся к человеку, его дому и его родственников, это ой, авой, мадиним, суды. Это три вещи. А про остальных людей, то, что относится к остальным людям, к этому относятся сиех, пустой трех, саим раны и багровые глаза. Пока я другого перевода не вижу, я буду так и переводить. Что имеется в виду? Во время, когда человек сворачивает с правильного пути и преследует тайву для того, чтобы заполнить свое горло вином, здесь начинается история с алкоголизмом. Алкоголизм начинается, ну, я шучу, говоря слово алкоголизм, я не знаю, имеет ли в виду слово Амелок такое понятие. Речь идет о человеке, который поддается своей тайве и поскольку вино ему выглядит вкусно и как-то вот так вот очень позитивно, то он пытается свое горон, свое горло заполнить вином, то есть промочить горло вином. И тогда три человека, которые вокруг него, они переживают и забывают, я не знаю, о своей плохой тяжелой судьбе. Первое, домочадцы, второе, родственники, третье, остальные люди, которые не являются родственниками, но им тоже мешают. И это то, что сказано, лами ой, кто кричит ой, те, кто кричат ему, ой ло аль шарадефа хара яйн, ой ему, что он бегает за вином. Вазеф параносато, и первое, что он делает, он оставляет работу и соответственно, как известно любому русскому человеку, что если водка мешает работе, то что надо сделать, бросить работать. И это первое, о чем он говорит. Это ой, которое кричат близкие родственники, потому что, как в старом анекдоте по поводу того, что водка подорожала, и ребенок, это еще советское время, водка подорожала, и ребенок спрашивает папу, папа, ты теперь будешь меньше пить, папа отвечает, нет, сынок, ты теперь будешь меньше кушать. И это ой, которое первое, что говорят в нейбейто. Лами овой, кто говорят овой, увы, это тем, кто кричат про себя. Авой айшеен лагем мало ахоль. Те, у кого нету еды, из-за того, что глава семейства ударился в запой, то им нечего кушать, и не хватает чего одеть, чего еще что-то, купить что-то в дом, потому что все пропито. Поэтому они говорят овой. Это домочадцы, хозяин дома, которого бегает за виной, что они кричат овой, поскольку он все, что находится в доме, отдает и пропивает за стакан. Лами мединим, кому мединим? Это, кто говорит эту фразу? Это кровав, родственники, которые ири-во-ато-аль-шикрато, которые дерутся с ним, спорят с ним, ссорятся с ним по поводу его пьянства. Иугу-ми-ешам-гам-кэн, и он, кроме всего прочего, еще их мива-еш, еще их, от слова буша, стыд, делает так, что им стыдно. Лами-сех, кому относится понятие сех, то есть разговоры, это остальные люди, которые удалены от этого человека, что они у себя в домах сидят и разговаривают, без его участия. Аль-ра-ато, про его плохой, так сказать, жребий, кираба-ги, мед, что его зло, которое исходит от этого человека, оно очень большое. лами-па-цаим-хинам, кто получает раны просто так, это также удаленные люди, что во время, когда товарищ немножечко набрался, он бьет людей, а они бьют его, и делают ему, пцаим, делают ему раны. Лами-а-клалат-хинам, у кого багровые глаза, то есть, я не знаю, Хагро переводит ли это багровыми красными глазами, просто другого перевода не нашел, поэтому я так говорю. Наверное, правильно сказать круглые глаза. У кого округляются глаза? Он говорит, что поскольку люди много, и тлацитсумимые, но они от него разбегаются и много его обсуждают, то у него мигалгелим, мигалгель, от слова гилголь, легалгель, это кручить, накручивать, а не накручивать на него. И, соответственно, у него есть проблема с тем, что на него все смотрят, на него обращены все взгляды. Вот, это примерный перевод по Гаону. Я не знаю, не думаю, что я здесь буду сильно вдаваться, мы объясним пшат, и все, потому как не знаю, что здесь можно сказать, мифоршем почему-то таки пшуто обсуждает вред пьянству, а больше ничего. Я не очень люблю такие отрывки, когда Танах говорит, нам о том, что не надо пить горькую. Ну, окей. Продолжает и говорит, у сидящих поздно за вину, приходящих отыскивать вина приправленного. Не смотри на вино, хоть оно красно, хоть придаст свет своей чаше, хоть проходит прямо и легко. Впоследствии, как змей, оно укусит и ужалит, как аспид. Понятия не имею, кто такой аспид, но что-то нехорошее. Начнем с Мальбима, да? Мальбим объясняет. Я прочитал два пасука сразу. Момент. Тридцатый пасук говорит, ле маахарим альяин лабаим лахкорми масах. Кому все эти вот неприятности, шесть штук, которые мы перечислили, те, которые упоздняются поздно вечером, сидят за бокалом и те, которые хотят исследовать масах. Это я даже не знаю, как перевести слово масах, момент приправленного. масах он перевел как слово приправленное по-русски. А Мальбим в бюрмелим в переводе слов приводит пасук из Ишаяху, что там есть мимасех, это тоже, вероятно, приправленное. Лучше я не знаю перевода. Окей, говорит Мальбим, кто такие михарим альяин, которые поздно сидят за вином, после того, как они всю ночь сидели и пили вино, то они приходят лахкорми масах. Они приходят лахкор исследовать мозг, ши, еду, лимсох, айяин, гейтев. То есть, они хотят исследовать, можно ли сделать вино более вкусным и, соответственно, ищут того, кто умеет правильно разбавить вино, правильно добавки какие-то в него сделать и снова садятся сидеть по новой пить. Вот. Следующий пасук тоже давайте прочитаем. Не надо обращать внимания на вино, даже если оно красно. Потому что человек, который обращает свой взгляд на стакан, эйноид халебем и шарим. Его глаз он человек обращает внимание для того, чтобы пойти прямо, научиться прямо идти. Для этого он смотрит на вино. Говорит Мальбим, что не смотри на вино, которое краснеет, потому что обратишь внимание на кос, для того, чтобы идти прямым путем. Лоти таве, лоти стакель, не смотри, переводит Мальбим как лоти таве, не возжелай вина со стороны того, что ты видишь, что его цвет красный, что это показывает, что это хорошее вино и оно улучшает кровь, которая является душой дающей жизнь. То есть человек рассуждает логично, что вино, оно в принципе очень полезный продукт и вот хорошо и правильно его выпить и красное вино, оно повышает гемоглобин, я перевожу на русский язык, дает больше жизненной силы душе и это правда. Потому что, почему этого нельзя делать? Потому что изначально человек обратит внимание и свой глаз устремит на цвет этого вина в стакан, которое ему появилось таава к этому стакану и тогда он будет вести себя таким образом с этим стаканом, как будто в нем не содержится зла. и это пример ше ештаху шеву кос шенатан бояин, что здесь нам показывают кос, в которой налито вино и оно становится, кос становится цвета вина, то есть красным и в начале его питье оно хорошее, правильное, ешар и веноха и оно удобное и верное. есть гемора, которая говорит, гемора в трактате Бавамиция, по-моему, да, в Паевав, не помню точно, есть гемора, которая говорит о том, что, не, не надо гемора, не надо, гемора в трактате Бавамиция говорит о том, что хлеб с утра, утренний хлеб с водой, они спасают от 86 болезней. Раша добавляет в месте, где нету вина, то есть вино с утра вместе с утренней трапезой, оно спасает от кучи болезней и это очень полезно. Если нету вина, то вода тоже Бадиавит, постфактум годится. Но вино с утра это просто то, что доктор прописал, идеальное состояние вещества. И мы знаем, что какое-то количество вина действительно считается сегодня очень полезным для здоровья. Есть целая система, некая диета средиземного, стран, Средиземного моря, которая считается очень полезной, там рыба, красное вино, помидоры, есть какие-то виды, которые в общем вроде как статистика указывает, что они достаточно хорошо укрепляют здоровье человека, люди намного меньше болеют и так далее. Но, как понятно, все хорошо в меру. Поэтому человек, изначально пробующий вино, потому что он видит, что это поможет ему идти ешар, идти по прямому пути, полезный для здоровья, делает некая легкость восприятия мира и так далее, мисаме, ходолев, радует сердце, и после этого человек служит Всевышнему Басимха, все это очень может быть, но в очень ограниченном количестве. Поэтому он говорит, «Но ахритуки, нахаши, ишахвы, кецефани, ифрош». Но конец этого употребления вина, он, как змея, которая укусит, и как, он перевел словом «аспит», я не знаю, что это такое, и как какое-то еще ядовитое животное, которое тоже нанесет какое-то повреждение. Объясняет Мальбин, что такое вот этот таинственный аспит. На иврите это слово означает цефа. Цефа это вид змеи, что даже его испражнения и то, что он сходил в туалет, они ядовиты, и они приносят незак, они приносят ущерб. В современном языке нахаш цефа это кобра. Но я не уверен, что имеется в виду именно кобра, я не знаю, что такое цефони, что это за вид змеи, но какая-то ядовитая змея объясняет Мальбин, которая очень ядовитая не только сама, но то, что она выделяет из себя, даже в ее хождении в туалет содержится яд, который приносит незак. Вомар, он говорит, что что в начале вино ведет человека яд, как нахаш, как змея, ахарках, а после этого ефриш, то есть сделает гефриш, шелок, и переш цефани, сделает так, что даже человек, который идет в туалет, то, что он сходил в туалет, будет ядовито, как у цефани, как у этого вида змеи. В шейдгаве першолээрис, боэр, что то, что находится в прихождении в туалет, то, что выходит, это будет сжигать человека изнутри, естественно, до похода в туалет, как яд, который прожигает изнутри. Вот это все по-русски он перевел словом аспит, и я, честно говоря, слова такого не знаю, но меня вполне устраивает. Вот, это объяснение, которое дает Мальбин. Посмотрим, что говорит Гаон на эту тему. Он говорит, лэмяхрим аляяин те, которые поздно сидят за столом с вином, о них сказано пророка Ишаягу. Габай мишкимей бэбокер шехар ярдэфэну мяхарей бэна шех яин ядлякам. Ой тем, кто встает утром и ищет шехар. Шехар на современном языке это водка, брага, что-то такое более крепкое, чем вино. И они его преследуют, они его ищут с утра после того, как они засиделись за вином с вечера. То есть здесь Ишаягу меняет пасук свой язык и прабокер, праутро говорит, что с утра они ищут не вино, а шехер, более крепкое вино. Я не знаю, что имеется в виду, поскольку во время Шлума Амелаха и во время пророка Ишаягу ни в то, ни в другое время не было перегонных аппаратов, поэтому они не могли делать ни самогон, ни коньяк, ни вино, ни водку, ни виски. Я даже не знаю, как они, бедняги, жили. Но вот вино у них было какое-то крепкое, было еще вино более крепкое, чем обычное, которое называется шехер. Как оно изготовлялось, для меня загадка. Так вот, про бокер, про утро сказано, что они будут искать шехер, более крепкое вино. В ердуфу они его будут преследовать. А про вино сказано на шафт. На шафт это и есть вино. В ядликам. То есть, что имеется в виду? Почему вечером вино, а с утра назовем то водка за неимением ничего другого. Самогонка. Суть состоит в том, что во время, когда человек встает с утра, и он должен идти на работу и на разные свои действия. До того, как он дошел до определенного состояния, несмотря на то, что он пил с вечера, он еще может пойти на работу. Но организм, как известно, требует. Поэтому он хочет выпить вина. Но у него нету времени свободного сделать такую серьезную масябу, серьезную масяба, как утренинка, серьезную трапезу с утра по поводу вина. Поскольку на работу надо идти. И поскольку он очень спешит бежать на работу, поэтому он ищет не вино, а шехер, какое-то более крепкое вино. Назовем это водкой. И это вино, которое очень старое и очень-очень крепкое. Я еще раз говорю, все мои знания химии, они как бы мешают мне понять эту историю. В нескольких местах Геморы они пишут о крепости вина совершенно невероятной крепости. Такой же человек, чем старше вино, тем оно крепче. Человек, который выпивал этого крепкого вина, причем не вина самого, а там, где хранилось это крепкое вино много-много лет в каком-то глиняном кувшине, необожженном. После этого в этот глиняный кувшин набиралась вода, и некоторое время вода стояла в этом кувшине, и человек, который после этого эту воду выпивал, он пьянел в доску, и этого было достаточно, чтобы опьянел полк солдат. То есть там какая-то крепость этого вина измеряется не градусами, а старостью вина. Я не понимаю, о чем идет речь, потому что любое брожение, которое может идти вина по законам химии, оно ограничено количеством градусов. Ну, 12, ну 15, ну 17, выше не может подняться никак. Именно поэтому изобрели самогонные абораты, для того чтобы перегонять, выгонять из них жидкость, воду, и оставлять только спирт. Поэтому я не очень точно могу понять, почему это старое вино было такое крепкое. Но как факт я знаю, что сегодня это тоже так. Почему, не знаю. Мне рассказывали про всякие грузинские обычаи, где в Грузии, когда рождаются мальчики или девочка, то они берут, изготавляют к его рождению вино, небольшой такой бочонок этого вина закапывают под каким-то деревом до дня свадьбы. И в день свадьбы его вытаскивают. Это вино, понятно, что выдержанное. Особенно если свадьба в 40 лет. Но вино, понятно, что выдержанное. И они вот его распивают на этой свадьбе. И говорят, что буквально со столовой ложечки этого вина можно уйти в аут совершенно полностью. Хотя по всем законам градус не повысится. Вероятно, есть еще что-то, кроме градуса, которое сшибает с ног. Так вот, этот человек с утра, поскольку времени напиться под человеческим вином, так, полтора-два литра хряпнуть нету, надо на работу идти, то поэтому он бегает и ищет что-то более крепкое вино, которое называется Яин Ешан Хазак Мьот, которое называется Шехер. Умэмену, и от этого вина, лога яцарих лишто дарбе, его не надо много выпить для того, чтобы напиться. И тем самым он мималэта авато, он восполняет свою таву, тем немногим, что он выпивает. И пьянеет. А после того, как заходит солнце, то есть день уходит, начинается вечер, работы нету, приходит ночь, тогда он начинает делать уже нормальную человеческую трапезу с вином и пить вино нормального, хорошего вина, но не старого, а такого вот, но много. Для того, чтобы эта штия, эта выпивка длилась, и его тайва, его тава, она, его желание в получении удовольствия, была успокоена, и он пьет до того, много-много этого вина, до того, как не опьянеет в доску. И это то, что сказано, что Мишки Мейбокер, те, кто встают на работу, из этой компании, они, шахерер Дефену, они преследуют старое крепкое вино. Они очень рано встают утром на свою работу, и поэтому они не могут сделать серьезные трапезы. И тогда они преследуют шахер, для того, чтобы его найти, и тем самым успокоить свою тайву до вечера. А после рабочего дня они занимаются нэшифом. Нэшиф – это вечер. После того, как закончилась работа, тогда они спокойно могут всю ночь просидеть и пить винца, и до того состояния, шагаяин и для камп, пока вину их не подожжет. Что это значит? Это то, о чем сказано. Тоже вишаягу, и мы уже это читали в прошлом посуге. В общем, в этом. Есть еще один посуг, что гибурим – силачи, будут пить вино, а аншейхайля – военные люди, люди войны, будут получать удовольствие от шехера. Гибурим – кто такие гибурим – силачи? Это люди, которые крепкие, как лев. Аншейхайль – военные люди. Это люди, которые тверды в своих убеждениях. В данном случае убеждение – это выпить. Вот. Таким образом, у нас образовалось два типа людей, пьющих с утра крепкое, быстро, и идущие на работу, и они могут быть один и тот же человек, может это совместить, но пока мы разделяем их на два типа. И люди, которые вечером, на всю ночь так серьезно заряжают вкусным вином, помногу, но часто. Так вот, против них есть два вида людей под аркей Гошем. Два вида направлений путев Всевышнего. Есть понятие гибур-силач, который и шаяу относится, говоря про вино, тот, кто пьет вот это крепкое вино, которое называется шехер. А кто такой гибур вавададо Шем службе Всевышнего? Это человек, когда к нему приходит авейра, к нему приходят сейчас руки, преступления, и соблазняет его Ецергора, и соблазняет, чтобы он сделал эту авейру. Он и Габер Бекохо, он всеми своими силами Мид Габер пересиливает, чтобы не сделать желание Ецергора. И об этом сказано, кто такой гибур, тот, который может захватить свой Ецер. Есть другие люди, которые называются Аншей Хайль. Люди военные, я не знаю, как перевести. Это те люди, сердце которого достигло шлемута, целостности. Но я сейчас говорю не о целостности в состоянии алкогольного опьянения, я сейчас говорю про к душу. Целостности в уверенности во Всевышнем, в бетахоне. Поэтому их суть это постоянно делать митсу, постоянно заниматься Торой дни и ночи. Но у них дома может не быть ни хлеба, ни платья, чтобы одеться. Эти люди, которые посвятили себя Торой настолько, что все, что касается материального мира, они немножко отодвинули. Это ровно обратное. То есть Гаон объясняет, что нам привели, это два типа людей, которые пьют шехер и яин, для того, чтобы мы увидели из них два типа людей в службе Всевышнего. Первый уровень службы Всевышнего это зъерут, чтобы ни в коем случае не сделать никакой авейры. Это гибор, который кавэш свой ецер, который захватывает свой ецер горы. И второй, это человек, который вообще не обращает внимания на то, что у него в доме. У него нету лехома, нету еды, нету семла, нету одежды. Его дети и домочадцы кричат ему, папа, тянут тоненькие ручки и говорят, папа, дай пожрать, дай нам покушать, дай нам пароносу, дай нам жизнь. И он не обращает на них внимания вообще. Поскольку я не знаю, как кто воспринимает, сейчас речь идет о самом высоком комплименте к человеку. Не ругает его за то, что он не обращает внимания на детей. Сейчас нам говорят о том уровне, а вода дгашем, когда человек готов всего себя, включая свою семью, потому что семья и он это одно единое целое, ла акриф посвятить службе Всевышнего. И об этом сказано, шхурот каареф, что талмидей хахамим, они черные, как ворон. Что имеется в виду? Ворон, он отличается от своих, от остальных птиц, тем, что он не заботится о своих детях. Так же талмидхохам, он делает себя ахзари жестоким на всю свою семью, как ворон, для того, чтобы он не отвлекался от заповедей и от Торы. Об этом сказано в Гемории Рувен. Рафа да Барбатона, он однажды пошел в Бейраф, он пошел в дом учения, пошел учить Тору. Амра ла двейтайгу, сказала его жена ему, Енок и Дитха, моя авидлагу, твои дети, а что я с ними буду делать? Омар ла, ответил он ей, Мишлиму, Кармейба, Агма, что закончился камыш, тростник в степи, наруби тростник и приготовь, что ты из тростника кушай, в чем проблема? Вугуки бетло, коля, аватав, негита, аваташем. То есть, это человек уровня, когда он всю свою любовь к детям и к жене, естественно, удовольствие этого мира по отношению к себе, но это более простая часть, он бетель, он ее аннулировал для Агавад Гашем, для того, чтобы любить Всевышнего, его Тору и его заповеди. И здесь сказано, что Но теперь мы возвращаемся к другим гибурим. Одно напротив другого. Вот эти гибурим, вот эти силачи, они не стали работать против своей циргоры, они взяли и посвятили себя тому, чтобы пить вино в течение дня, от зари до зари. Поэтому нужно быть гибурим, нужно быть силачем. Что это значит? Что человек, он может пить вино, но он должен быть гибурим, чтобы это питье, эта еда и так далее было не до состояния опьянения, потому что Яйнон не хазак, вино, оно само по себе не обязательно крепкое, как я уже объяснял, что крепкое это шехер, Яйнон лохазак. Поэтому чуть-чуть вина, это может способствовать изучению Тора и всего остального. Но нужно быть гибурим для того, чтобы остановить в нужный момент. Кто такие Аншей Хаяль? Это те, которые, Аншей Хаяль имею в виду с обратной стороны, не люди сильные, военные к душе, а люди сильные, военные в вине. Это те, которые пьют крепкое вино с утра, до работы. И они напиваются и они тоже не занимаются парносой, как и те люди, которые не занимаются парносой из-за Тора и Митсот, но эти не занимаются парносой, не из-за Тора и Митсос, а из-за вина крепкого, хорошего. И таким образом их сердце усиливает свой вирот, и это сказано. Они говорят себе, я немножечко выпью шехера, но ничего страшного, я не опьянею, и сделаю свою работу, и буду, дам парносу, детям, жене и так далее. Поэтому про шехер сказано лимсох, потому что шехер, он очень сильный, и не может человек его пить до тех пор, пока он не разбавлен водой. И это то, что сказано лимсох, шехер, то есть сделать его, разбавить и сделать его каким-то, ну, приятным в питье. И здесь сказано лемеахрим алияйин, те, которые допоздна сидят за вином, это люди, которые по ночам сидят за питьем вина, которая не очень крепкая, и те, которые приходят исследовать, как правильно разводить вот этот шехер, что они исследуют и выясняют, какой напиток лучше, как правильно разводить и так далее, для того, чтобы его выпить. Таким образом, у нас есть два вида людей, которые направляют себя Бетарке и Гошем по путям Всевышнего, которые оставляют парносу, оставляют пропитание, оставляют все вещи для того, чтобы учить Тора и служить Гошему. Эти люди являются ахзарим жестокими по отношению к своим домочадцам. Но это потому, что они аннулируют любовь ко всему, что есть в этом мире, кроме любви ко Всевышнему. Они уверены, что Акодышбрагу не оставит их детей, не оставит жену, не оставит домочадцев и посвящают себя целиком Тора это Талмидей Хоховим, который черны, как Ореф, который целый день сидят, не отвлекаясь от занятий Торы. Есть люди, которые идут на поводу Тавы, которые связаны с вином и с крепким вином, которые утром пьют крепкое вино, вечером много времени тратят на сухое вино, говорят, что с утра я быстренько что-то хряпну и на работу, ничего страшного. Вот. И они тоже оставляют парносу, только они думают, что они ее не оставляют, но в результате они тоже оставляют парносу, оставляют пропитание и, в общем, спиваются. Вот. И о них говорит Шлома Амеллах, как объясняет нам Гаон, что одно напротив другого есть Тойра и есть вино. Есть человек, который идет за свои тайвы этого мира, за удовольствие этого мира, оставляя своих детей и всех, и все. И это два вида Геборвы и Шхайль. И есть Гебор и Шхайль Дыгдуша, который Бедаркей Гошем, который тоже аннулирует себя по отношению ко Всевышнему. И то, и другое является Акзариютом, жестокостью по отношению к Бнейбейто. Но в одном случае Бнейбейто кричат Ой-Ва-Вой и так далее, а в другом случае наоборот, они получают Алла-Маба вместе с ним и нам обещано, что Акодыш-Браху не оставит подобных людей. Вот. Это какое-то объяснение, которое немножко понятно тогда, для чего это написано. Агро продолжает. Мы уже прочитали 31-е предложение. Теперь считаем, что говорит Гаон. Не смотри на вино, что оно красное, потому что оно налито в такой коз и глаз не давать, чтобы пойти по прямому пути. Говорит Гаон, не обращай внимания на вино, потому что оно красно. Раз оно красненькое, то, наверное, оно еще и вкусненькое. Это не так. Человек, который обращает внимание, глаз смотрит на вид вина, что оно такое красивое, потому что оно не литовко. Здесь фасук хочет предупредить, что также пусть не кажется в твоих глазах, что из-за того, что ты его выпьешь, ты будешь идти по прямому пути, оно поможет тебе в службе Всевышнего. Как сказано, что вино и хорошие запахи делают человека пикея. Есть умным. Есть такая гемора, которая говорит, наверное, это же гемора, да, это же гемора, в Йоме да, файн вав есть гемора, который говорит, что ишана, красивая жена, дирана, красивая квартира, келим наим, хороший келим, все эти вещи, они мархивим да, тошель банадам, яинтов, вино хорошее, они мархивим расширяют до человека. То есть человек, который находится в условиях, когда ему удобно жить, у него красивые вещи перед глазами, красивая жена, вкусное вино, которое он пьет, они расширяют человека возможность учебы, делают его более умным. Поэтому не скажи, что когда ты увидел хорошее красное вино, то нужно его выпить, потому что оно приведет к мудрению. пусть твои идеи не скажут так, потому что это совет Яцергоры, который примешивается и делает тебе некий демьон, делает тебе некоторую фантазию. У Высоцкого была такая песенка, что ну о чем с тобой говорить, это муж жене поет, все равно ты гонишь шахинею, лучше я пойду к ребятам пить, у ребят есть тема поважнее. У ребят суровый разговор, например, серьезный разговор, например, о том, кто пьет сильнее. У ребят широкий кругозор от ларька до нашей бакалеи. Так вот, кругозор, который дает Мархивим до Атоши Лядам, это гемора михурешет. Это действительно происходит при очень определенной концентрации вина в организме, когда это непостоянно и когда это то, что нужно, но Ецер Гора, используя эти знания Торы, дает человеку ицу, совет. Так, как было во время, когда некий персонаж Торы по имени Нахаш разговаривал с Хавой и предложил ей покушать дерево познания добра и зла ваеси-то-быра-ая-та-э-ней-га. И он ее соблазнил тем, что она увидела, что дерево приятное для глаз и вкусное для пищи. Точно, по мнению Гемора, приводит три мнения и еще один метраж, что это было за дерево, дерево познания добра и зла, по одному из мнений это был виноград, это и было вино. И сказано, что про Эцдаат, про дерево познания, что увидела жена, что оно хорошее для пищи и что она Таава Лейнайм, что она Таива для глаз и Нехмат Лехаскиль, и оно приятно для разума. Это именно та Таана, которую дает Нахаш, и несмотря на то, что в определенных случаях это действительно может быть так, но сказали наши мудрецы, что это было именно вино, именно виноград, и в конце концов она приняла, Хава приняла Ицу Нахаша, и это то, что происходит сегодня во многих ситуациях, когда человеку хочется просто выпить. Он смотрит на вино, видит, что оно красивое, приятное, полезное, развивает разум, смотрит Гемору, который говорит, что хорошее вино улучшает понимание человека и так далее. Предостерегает наш Лома Амеллах, что мы все это уже проходили, впервые это произошло с Хавой и Мейном, которая попробовала и теперь сегодня мы можем попасться в эту же структуру. Нам надо понимать, что вино Шелькидуш, вино Яйн Шельмитсва, Яйн Шельброха, Яйн в небольшом количестве, поход Мервис, который человек пьет для того, чтобы по каким-то тем или иным причинам действительно может быть полезно и может быть правильно, но поскольку здесь должен быть четкий стоп-сигнал, то поэтому получается достаточно плохо. У меня не хватает времени закончить, хотя я хотел закончить свином, я очень люблю эту тему в Мишле, но не успеваю. Заканчиваю, у нас остается пара минут, поэтому заканчиваю, новый пасук, нет смысла начинать, заканчиваю анекдотом, что встречаются две подружки, одна, другой говорит, меня очень известный художник пригласил позировать в картине Нахаши Хава, как змей, и Хава, как змей, уговаривает Хаву, есть от дерева познания добра и зла. Подруга ей отвечает, здорово, а кто будет позировать для Хавы? Окей, таким образом, сегодня мы кончим, и всего доброго, до новых встреч, мы дошли до 32-го пасука. Субтитры создавал DimaTorzok,